Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео расскажу вам о том, как можно поменять фильтра на азовой установке класса Евро-4. Для этого у нас есть фильтр газообразной среды, парообразной и жидкой среды. Нам понадобится обычный пылесос, набор шестигранников и немного желания. Основные симптомы, почему забитые фильтра, это когда машина начинает переключаться с газа на бензин сама, когда начинает плохо тянуть, троить и не развивать полной мощности, значит уже пора полезть в фильтра. Обычный пробег составляет 10 тысяч километров плюс-минус 5000 в зависимости от условий работы и какое у вас установлено оборудование. Если трубки стоят медные, нужно еще чаще менять фильтра, если обычные, то раз 15 тысяч. Начнем работу. Для начала необходимо перекрыть газ на мультиклапане газового баллона. Клапан выглядит так. Здесь видно, что есть насечка. Из-за нее нужно крутить. Крутим до упора и до того момента, пока полностью не закрутится баллон. После этого необходимо завести машину, дайте переучиться на газ и до того момента, пока она заглохнет, необходимо ждать. После этого можно приступать к замене фильтров. У меня она уже поработала, газ вышел, баллон я сейчас снял для профилактика для покраски и начнем сейчас менять фильтра. В моей машине стоит газовый редуктор возле двигателя со стороны кабины водителя и пассажиров. В этой части установлен фильтр жидкой фазы и здесь же рядом находится фильтр парообразной фазы газа. Сначала поменяем фильтр жидкой фазы, потом парообразной. С помощью шестигранного ключа откручиваем крышку редуктора. Вот снял крышку, мы видим здесь кучу мусора, как на фильтре. Видно, что здесь полно. Поддеваем фильтр аккуратненько и видим такую картину. Все забито капитально. Куча какой-то ржавчины непонятной. Этот фильтр можно смело выкинуть. К чистке он не подбежит. Здесь весь этот мусор самое удобное убрать с помощью пылесоса. Протираем тряпочкой влажной после обработки пылесосом, потому что мелко пыль имеет свойство прилипать к стенкам камеры фильтра. Поэтому после полного высыхания влаги можно устанавливать новый фильтр. Затягиваем с усилием, потому что здесь находится газовое соединение, которое будет потравливать. Потом в дальнейшем проверим мыльным раствором на предмет утечки газа. Фильтр жидкой фазы поменял. Теперь приступим к фильтру парообразной фазы. Вот этот фильтр. Теперь необходимо открутить два хомута. Вот он такой фильтр. Если в него подуть, то с него посыпется мусор. Теперь можно приступить к замене. На нем на новом есть стрелочка, которая показывает направление фильтрации. Главное это не перепутать. Вот новый фильтр, имеет такой внешний вид. На старом видно, что это все же стерлось. И он немножечко был короче, чем новый. Но это не принципиально. Будет больше у него моторесурс. Здесь есть стрелочка, которая показывает направление. Важно не перепутать. Ну вот газовые фильтры жидкой и парообразной фазы поменены. Теперь необходимо открутить вентиль баллона мультиклапана редуктора и дать машине немножечко поработать на холостом ходу. Поначалу возможно будут обороты повыше, на тех пор, пока газ не утеснит воздух. После этого все нормализуется. Вы были на канале Дело мастера Боится. Смотрели видео о том, как можно поменять фильтра газовой установки. Будьте с нами. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok